Чудотворцы Далее, иным дал силу чудодейственные, также дары исцелений, вспоможения, управления, разные языки. Все ли апостолы? Все ли пророки? Все ли учители? Все ли чудотворцы? Все ли имеют дары исцелений? Все ли говорят языками? Все ли истолкователи? Ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь еще превосходнейший. Святой Николай Сандрии обратно в миру. Празднование святому установлено трежды в год. Преподобный Сергий Радонежский С его именем связан культурный идеал Святой Руси. Житие преподобного Сергия содержит описание двух чудесных видений. Одно из них гласит, что поздним вечером появился на небе свет яркий, который всю ночную тьму разогнал. И Сергий увидел множество птиц очень красивых, прилетевших не только в монастырь, но и в окрестности монастыря. И голос был слышен, говорящий, «Как много ты видел этих птиц, так умножится стадо чеников твоих, и после тебя они стащатся, если они захотят по твоим стопам идти». Преподобному также являлись Богородица с двумя апостолами. Среди чудес, совершенных самим Сергием Радонежским, можно назвать исцеление больного отрока. Один местный житель, имея тяжко больного сына, понес его к преподобному Сергию. Но когда он вошел в келью и попросил молитву о больном, сын его умер. Убитый гольм отец ушел за гробом. Но пока он ходил, преподобный помолился над умершим, и по его молитве дитя ожило. Также в житии говорится об одном греческом епископе, который, слушая многие рассказы о Сергии, не хотел им верить, но при встрече с преподобным на него напала слепота. И неволею исповедал он свое неверие, после чего Сергий вернул ему зрение. Святой явил много чудеса после смерти. Радонежский старец предстал Нижегородцу Казьмиминину и объяснил, что там, где старшие знатные отступили, за дело должны взяться младшие. Так началось народное ополчение. Как и обещал преподобный, вместе с воеводой Дмитрием Пожарским, родники освободили московское государство. О чудесах в православии можно говорить бесконечно. И у каждого человека есть небесный заступник, которого каждый может попросить о чуде. И все-таки главный смысл христианской жизни – не искать сверхъестественных явлений, а иметь твердую веру и уповать на Бога. Субтитры создавал DimaTorzok